мы добрались до стенда silverback airsoft и они показали наконец уже серийный образец дт hti то есть это реплика винтовки 50-го калибра какие здесь есть фишки но во первых как и у srs a1 здесь есть возможность быстро менять пружину причем делается это еще проще так как не нужно полностью снимать приклад тыльник приклада можно просто отклонить его в сторону собственно все вот так выглядит направляющие пружины а просто огромная вот такая вот огромная пружина чтобы вы понимали две пружины с этой пружины эта винтовка выдает примерно сколько 2 1 4 джоуля с этой пружины больше 4 джоули при этом даже с этой пружины пружины она взводится очень легко за счет большого объема цилиндра чтобы понимали вот это стандартный цилиндр от srs a1 а это цилиндр от hti он в два раза даже больше чем в два раза больше чем цилиндр от vsr 10 но это porsche но вы поняли что я имею ввиду магазин а-ля под 50 калибр емкость магазина 38 шаров особенностью магазина является возможность легкого обслуживания все что нужно это отодвинуть заглушку достать пружину если нужно можно почистить так магазин выглядит внутри в прошлом году когда мы видели эту винтовку нам говорили что будет возможность установки ствола диаметром 8 миллиметров в итоге от этой безумной затеи они отказались и винтовка будет доступна только в варианте 6 миллиметров навес она не такая уж и тяжелая как может показаться если что она очень длинная несмотря на то что у ней компоновка bullpup внутренний стволик длиной 700 30 миллиметров чтобы понимали с точки зрения размера это практически вот про любителей эффективного страйкбола silverback тоже не забыли нам показали облегченную версию srs a1 которых выпущено всего 100 единиц на каждой винтовке есть уникальный серийный номер он находится вот под этой крышкой фишка этой винтовки заключается в том что она весит всего 2 и 3 килограмма то есть цевьё облегченная верхняя часть ресивера облегченная ствол облегченный стоит карбоновый глушитель даже магазин выполнен не из стали а из алюминия он практически ничего не весит установлена облегченная рукоятка основа стальная насадка выполнена из алюминия стволик длиной 310 миллиметров копап стандартный все запчасти стандартные как у srs a1 но в данном случае стоит алюминиевая направляющая для облегчения веса и алюминиевый поршень копап стандартный при необходимости также можно установить роторный в базе установлена немного более сильная пружина но из-за того что стволик немного короче чем у более длинных версий также есть функция быстрой замены пружины она стандартная ничего не изменилось как у srs a1 ее реально можно удерживать одной рукой она ничего не весит просто ощущается как пушинка еще нам показали предсерийную версию мдр аек здесь уже установлен более качественно напечатанный пластик но как вы понимаете точно еще не серийный образец обещает что серийный образец появится где-то осенью сейчас здесь установлена вставка для того чтобы можно было использовать обычные эмочные магазины но если требуется можно ее извлечь и использовать магазины как у sr-25 копап уникальный роторный разработанный специально для этого карабина сам карабин полностью рассчитан для работы как с левой так и с правой руки все органы управления продублированы слева и справа но самое интересное это то что находится внутри внутри находится уникальный гирбокс разработанный специально для этого карабина сейчас мы видим уже готовую серийную версию именно в таком виде он будет устанавливаться в серийную винтовку его основными фишками является то что здесь можно с помощью двух винтов быстро снять цпг для обслуживания есть быстрая замена пружины при этом тут установлен стандартный мотор и сюда устанавливаются стандартные шестерни как у стандартного аек шестерни стоят на 10 миллиметровых подшипниках настраивается электроника будет с помощью через вот этот разъем с помощью внешнего устройства для обеспечения соосности на рамки есть специальные пазы с помощью которых гирбокс устанавливается внутрь корпуса идеально соосно с камерой хопапа об этом в этом карабине подумали эргономика как у большинства карабинов компоновки был пап то есть центр тяжести немного смещен назад как мне сказали что вес прототипа его развесовка очень близко к тому что будет финальной версии